что уже есть да отлично итак друзья мы уже в эфире и вы можете лицезреть нашего постоянного ведущего экологического главного эколога петербурга вот человек которым я очень доверяю который является источником моих экологических знаний вот мой почти тезка он тоже валентиныч и высказать на это шоу валентинычей мы говорим об экологии мы спасаем природу мать нашу вот человека спасаем человека спасаем и собственно говоря слово игорю нас слышно да да здравствуйте а меня тоже надо слышно отлично ну приветствую публику да это земля и все жду что ты скажешь нам сегодня ну здравствуйте я значит прошлый раз пропустил и может быть это и хорошо на самом деле были мы немножко в кризисе по крайней мере я был в кризисе не очень думали что куда дальше двигаться в наших рассуждениях и подумал что хватит на теории надо немножко практики о том конечно что у тебя то что можно делать там непосредственно что у тебя там в кадре вот это да извините я надеюсь что это разный стаканчик о миша зачем делать ну хорошо начну на нас у стаканчиков давай хотел я закончить это на самом деле квизит я вот каждый день каждый раз пью кофе из одноразового стаканчика и вот думаю когда мне наконец-то заметят и покажут в лицо все правильно это значит просто я вот сегодня вот уже вот так вот это все заметили потому что значит сегодня мы будем говорить я бы обозвал нашу сегодняшнюю лекцию но начало она может быть серию разговоров хроники инврементального психопата потому что но многие люди стараются охранять природу есть люди которые совершенно сбрендили на этом и может быть уходит куда-то глубоко так вот если продемонстрировать стаканчик это на самом деле неодноразовый стаканчик это просроченный какао который был нам дадим на утилизацию вот мы его пьем а стаканчики сдаем а стаканчики утилизируем работа нам бы я не стал покупать одноразовый что понял не стал бы покупать одноразовый стаканчики почему это примеру о том что досталось досталось чем это халявы пардон продолжаем утилизируем себя называется все в себя все что выходит из человека как известно наиболее чистое больше чисто чем не упадает ну ладно ну вот если мы вернемся известной схеме так то как можно ее можно ли ее конвертировать к одному человеку при перевести на одного человека принять все можно то есть один человек точно также гадит в природу ну то есть в природу уничтожают несколько миллиардов людей но они стоят из одного человека как и стал слагаются вот из каждого из этих людей как бы мы могли снизить каждый из нас мог бы снизить вредное воздействие на окружающую среду но самое простое напрашиваясь это значит уменьшить одного себя количество потребителей на одного человека себя на этом рассматривать не будем потому что как минимум но остается вопрос а будет ли мир до после того как то есть вопрос о по крайней мере буддисты говорят что не существует ничего вне взаимодействия с друг с другом ну то есть взаимодействие с нами вроде этот мир и не будет существовать поэтому не работает хорошо вот это движение количество барахла отличная вещь но и реальная и повышение эффективности работы но использование этого самого барахла тоже хорошая вещь вот так шпаргалка упала ну что в на самом деле очень много есть конвенционального так скажем инвероментализма до очень много экотренеров сейчас в сети и это хорошо товарищей которые рекомендуют общем примерно все они рекомендуют одно и то же что наверное мы знаем да я не знаю насколько люди практикуют все эти экологические практики подон застов за тавтология там закрывайте воду когда она не нужна сортируете мусс не выбрасывайте не покупайте много продуктов и прочее ездите на машине только когда вам надо ездить на машине прекрасно это все очень важные вещи но я постараюсь поговорить несколько встреч о чем-то более другом давай ну кстати говоря к сожалению к этим экологичному образу жизни очень быстро подстраивается коммерция которые устраивают коммерцию на экологическом образе жизни самое простое и общеизвестное да это замена пластиковых пакетов на бумажные пакеты на самом деле парадокс в том что если мы говорим об одноразовом пакете то пластиковый пакет самый экологичный вариант из всех почему потому что бумага вот каждый раз не задают вопрос почему хотя дай значит я самый идиот поэтому я думаю что поэтому если мне растолкуешь что остальные тоже поймут о чем идет речь ты сама это сказала как говорили в одной рекламе значит ну самое простое что бумажный пакет делается из деревьев деревьев пластиковый пакет делается из газа причем обычно он делается из попутного газа который все равно сжигают иначе иначе его сожгут то есть это пластиковый пакет это уже утилизация продукт утилизация откуда это уже изделие из тур сырья изначально потом этот пакет значит бумажный пакет ложится в землю если его компостировать это один вопрос у нас никто не компостирует если его положить на свалку в толще земли то он будет очень много много десятилетий там разлагаться причем без доступа кислорода в разлагаться с выделением метана там понятно 25 раз более парниковый газ чем углекислый газ то есть это вреднее вот собственно вот ответ как бы наш вопрос а пластиковый пакет в принципе захоронить если мы говорим о захоронении то ничего с ним не будет он из земли как бы вышел в землю и ушел через сколько он будет разрушен допустим вообще не будут разрушены зачем его разрушать на самом деле это не самая большая не самая большая проблема это свалки которые мы видим на самом деле весь все свалки мира можно поместить в одну свалку площадью ну такой такая будет пирамиды хеопса со стороной 20 квадратных километров но 20 километров то есть 400 квадратных километров ну и как бы конус это не очень многое проблема не в свалках проблема в том что к насколько вред сколько вреда принесли вот эти изделия когда они производились когда производили производить были гораздо больше ну то есть можно считать что вот ты видишь одну свалку на самом деле 100 то есть каждая свалка это 100 свалок на самом деле просто 99 свалок мы не видим понятно и это по работа вот поэтому это не самая большая проблема надо понимать вот тут важно понимать настоящие проблемы конечно бизнес с удовольствием подкидывать нам ложные проблемы что можно для этого что так можно это решить можно показать определенный палец бизнесу и стараться общаться не так можно меньше именно бизнесу по производству чего-то тут есть еще одну немножко порисую есть еще одна такая штука тоже я придумал кривая потребляста называется мы уж введем этот термин хорошо я буду его употреблять через букву хорошо вполне интеллигентный термин нашей программе вот также друзьями разговаривать кривая кривая потребляться значит если мы сюда отложим потребляться а туда ну уровень потребления а суда уровень к это кайф или у удовольствие или радость или эйфория как хотите назовите в общем то что радует нас этой жизни да то с ростом потребления сначала это будет расти достигнет определенного максимума так а с дальнейшим потреблением она начнет падать и конечно я хотел бы заострить заострить на это внимание это очень важный момент то есть еще раз понимаете что у разных до определенного уровня мы работаем чтобы сделать себе хорошо и потом дорабатываемся до такой службы до такого его уровня потребления что мы уже работаем на потребление которое нам не нужно правильно понял тебя до максимальный максимальный уровень потребления он у каждого свой безусловно во первых там я не знаю вот я не совсем правильно но может он может быть там не за как во первых этот кривая у каждого своя да во вторых он может быть он может быть например маленький да вообще вот максимум может быть маленький во всем может быть большой нужно кому-то больше надо потреблять чтобы достигнуть этого максимума больше потреблять но у всех он есть и ну я думаю нет мне кажется возможно я не прав но это чисто эмпирические наблюдения, что большинство людей этот максимум, свой личный максимум, промахивают в лёту. Идут дальше, даже не заметив. Я понял, Игорь, можно сейчас практически, например, то есть у человека есть двухкомнатная квартира, и его это устраивает, да? А он зачем-то решает, что ему нужна пятикомнатная квартира, он превращает свою жизнь в каторгу. Я так тебя понимаю? Да. Самое простое, это, ну вот, да, это квартира, но я просто на себе самое первое, что почувствовал. Жил я в однокомнатной квартире один, и как-то там убирался, а в двухкомнатной квартире в два раза больше убираться, прости Боже. Конечно, когда в пятером в двухкомнатной квартире уже маловато, надо хотя бы трехкомнатную. Ну, может быть и больше, не знаю. В пятером я не жил, я жил четвером, в четвером, ну, наверное, надо хотя бы две комнаты. Ну, и так же с тряпками, наверное, да? То есть, есть определенный гардероб, который тебя устраивает для спорта, для работы, для официального случая. Ну, как-то так. Вот. А потом ты начинаешь работать на гардероб, и у тебя куча спортивных костюмов, куча, грубо говоря, официальных каких-то костюмов, куча бальных платьев, которые надо выгуливать, и ничего не поделаешь. Ну, прежде всего, нужно каждый раз сообразить, а что надо сегодня надеть, и для чего, да? Ну, у меня вот такая, пример, у меня есть автомобиль Matisse, извините, но их все равно они уже не выпускают, так что можно и прорекламировать. Я, во-первых, значит, он куплен был бушным, и сколько я им задевал чего-то, сколько вот это въезжал, ну, как-то какая-то в медь, одной больше, одной меньше. Там, там, танки грязи не боятся. Вот. А если бы у меня был какой-нибудь гроб, да, большой такой? Во-первых, этот гроб надо еще куда-то засунуть, да, припарковать, как-то. Matisse проезжает между неплотно стоящими машинами между собой, да? Он образует третий ряд. Отличная машина. Ну, для города... Не отличная, отличная это одноместная машина. В Америке такие выпускались, и даже женщины брали их с собой в прихмахерскую внутрь. Вот это идеальная машина для одного человека. Для одного человека должна быть одноместная машина. Но если такое нет, то вот мотив. И, в конце концов, я думаю, что каждый может подумать сам. И вспомнить случай, когда дальнейшее потребление снижало его радость существования, или такое может быть. Качество жизни. И мы можем... Качество жизни, да. Вот качество жизни правильно. И мы, значит... Можно это как домашнее задание оставить. Хорошо. Давай мы на сегодня, как бы вот на этой замечательной запятой... Маргарита, извини, пожалуйста. На этой запятой сегодня остановимся. Каждый подумает, и напишет нам, что он думает о том, что когда окончается его... Вот этот момент, когда он работает на то, чтобы ему было хорошо, его семье было хорошо. А когда начинается вот эта гонка, непонятно зачем. Когда он превращает свою жизнь в каторгу. Только потому, что он увидел рекламу по телевизору и должен выбросить одну вещь, купить другую. Когда он позавидовал другому человеку, у которого дом больше. Или яхта удлиннее, и так далее. И он превращает свою жизнь, жизнь близких в каторгу, для того, чтобы сделать эту яхту не шестиметровую, а скажем, и вообще нужна ли она ему. Может один раз, два раза в год и брать ее в аренду. Грубо говоря, а нужна ему постоянная, своя и сто метров длиной. Вот. И он не только отравляет свою жизнь и жизнь близких, но еще кучу, кучу других людей, которым это и вредит природе. Вот это, я думаю, вот... Примесительно... Правда, я знаю, знаю некоторых людей, которых я сюда сразу посадил на яхту и отправил. На яхте. Да, в суд... это запас провианта на всю жизнь. И вот... Да. Тогда любой длины, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Ну ладно, спасибо, Валентинович, за этот рассказ. Я сейчас буду тоже очень сильно думать об этом. И может, что-нибудь еще тоже напишу на этот счет. Вот. И до следующего передачи. Продолжаем нашу пускайную часть. Пока. Спасибо. Пока, Игорь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok